Всем привет! С вами Ирина. Просили меня еще снять видео, как же все-таки я укореняю листики фиала, как я их размножаю. Но в первую очередь я хочу вам показать свою красавицу, которая у меня распустилась. Вы помните, я ее буквально недавно купила, она у меня немножко постояла. И вы видите, что у нас происходит. Она у нас цветет. У нас внутри очень много еще есть бутончиков, очень много. Посмотрите, там крохотуленьки прям. Так что орхидеюшка цветет. Здесь я с этой стороны щипнула два листика и поставила укоренять. Так что поэтому она у меня не очень, скажем так, симметричная, не очень круглая получилась. Но зато вы видите, что получается. Поэтому с фиалками все не так сложно, как кажется. Им нужно просто немножечко больше света ставить их на окошко. Она у меня на окошке стоит. Так что вот так у меня цветет фиалочка. Так, я вам покажу теперь, как я все-таки их укореняю, что я с ними делаю. В первую очередь свежий листик я ставлю в водичку. Методов укоренения листиков очень, на самом деле, много. Каждый укореняет, как ему нравится. Каждый это делает, как ему удобно. Кто ставит просто в воду, кто ставит сразу укореняет в землю. Мне, честно говоря, намного удобнее это делать сначала в воде, а потом уже садить непосредственно в землю. Я не могу вам объяснить, почему я так делаю. Но, по крайней мере, я, когда ставлю в водичку листик и потом его достаю, я вижу наличие корней. Вот вы видите, какие у нас классные корешки. Да, очень многие говорят, что я длинные очень листики и тому подобное. Ребят, у каждого, еще раз повторюсь, свой подход. Я беру вот такой длинный листик. Потом, когда я вижу корешки, я вот с этой стороны просто беру ножом и слегка снимаю верхний слой. И тогда сажу листик где-то вот так. Вот они у меня посажены и вы видите, насколько у меня этот листик глубже посажен, чем когда он у меня стоит в воде. Укореняются они, мне кажется, так намного быстрее. Хотя, не буду ни с кем спорить, у каждого еще раз повторюсь свои методы. Но мне нравится вот такой вот метод. У меня это все получается, поэтому мне больше всего так понравилось. И вот я вам показываю результат. Вот эти вот листики, я их только недавно посадила. Это вся вот эта красота, которую Лелька мне прислала. Вот, так что мы постояли немножко в водичке. Мы пустили уже корешки и я их всех пересадила. Пришлось моему ребенку лопать растишку каждый день. Потому как нужно было куда-то их садить, эти крохотулики. Вот, и вы видите, что через некоторое время, что у нас происходит. То бишь, наш листик пускает молоденькую-молоденькую крошечную вот такую вот розеточку. Вот это вот, вот этот листик, он у нас пустил несколько розеточек. Не очень хочется дергать, но хочется вам показать, что вот эта вот отдельная розеточка, вот она. Вот эта вот отдельная розеточка, вот она. И посерединке еще одна и еще. То бишь, у нас получается 4 розеточки. Вот один листик может дать нам вот такие вот 4 розеточки. Из вот этих розеточек вырастут потом вот такие вот большущие-большущие красивые фиалочки. Вот эту вот фиалочку я уже пристроила в добрые руки. Так что я вот как раз видео снимаю и можно ее сразу откладывать. Я ее завтра отдам в добрые руки. Она еще чуточку подрастет, тогда ее можно будет уже пересадить в красивый какой-то маленький горшочек. Уже ее достать из вот этой вот растишки. Ну я в растишку поставила для, буквально только для проращивания. Вот, и также у меня спрашивали, или я пользуюсь тепличками для фиалок, что якобы в тепличках они прорастают намного лучше. Так я вам на фон поставлю красивую фиалочку. Вот, ну хочу вам сказать, что я не делаю абсолютно никаких тепличек. Почему? Потому что у меня достаточно много орхидей, у меня есть помимо цветов, у меня есть все-таки как-никак семья, у меня есть ребенок и нужно заниматься и ребенком, ну и нужно находить время на себя. Поэтому, ребят, честное слово, у меня просто не хватает на это все времени. Я думала попробовать тепличку, мы уже с ребенком покупали сладкую вату в таком высоком прозрачном стаканчике, у меня есть отложено несколько стаканчиков. Я думала, что я поставлю в этот стаканчик листик, накрою плелочкой и попробую таким образом укоренять, потому как, ну некоторые говорят, что получается намного быстрее. Вот, но пока что у меня нет такой возможности с этим играться. Поэтому мне намного проще те листики, которые вот у меня появились, чтобы не тратить слишком много времени. Я в рюмочке, либо вот такие вот из-под йогуртов беру такие как бы стаканчики маленькие, да, набираю на дно немножко водички, быстренько ставлю каждый листик отдельно и дальше занимаюсь своими делами. Как только у меня появляется свободное время, я тогда пересаживаю вот эти листики уже непосредственно в субстрат. Я купила специально субстрат для фиалок и сажу прям в этот субстрат, уже ничего туда не добавляю, абсолютно ничего не мешаю. Просто в этот субстрат уже готовый я сажу вот такие вот укорененные наши листики. Как для меня это намного проще. Возможно, кому-то проще в тепличках, у кого-то есть время и возможность повозиться с фиалками. У меня такой возможности, к сожалению, нет. Мне очень нравятся фиалки, конечно, это не орхидеи, это даже не в сравнении, это совершенно другие цветы. Ну, некоторые даже их называют сорняки. И однажды девушка мне написала, что Ирина, как вы снимаете видео про орхидеи, вам нравятся орхидеи, у вас так все красиво, хорошо получается. И тут вас заинтересовали фиалки, как такое может быть, что фиалка это как сорняк. Ребят, ну я где-то в некоторой степени соглашусь, что да, фиалки очень-очень легко размножаются. Это не орхидеи, действительно, они очень-очень доступны. Я искала в интернете, допустим, вот купить листик, можно укорененный, можно неукорененный, 5, 10, 15 гривен. Цветущие сейчас вот фиалочки, я смотрела, у нас они по 50 гривен. Это, да, если сравнить с орхидеями, это более доступно. Очень многие девочки, кстати, мне тоже подсказали, говорят, что если вы видите даже где-то в магазине, то можно ущипнуть один листик. Вот, ну пока что мне щипать листиков особо не нужно, потому как у меня некуда это все дело складывать. Вы видите, я уже вот все в одну плошечку сложила, на подставочку еще, то есть у меня особо некуда это все ставить. Но я хочу это все дело укоренить и посмотреть, как же они цветут. Фиалки цветут очень красиво, они есть всякие разные, всякие разные у них названия, они такие красивые есть, как крюшечки, с красивыми листиками такими. Ну, я согласна, да, что многим фиалки не нравятся, но мне они тоже нравятся. Вот у меня получилось с одной фиалочкой, она у меня зацвела, я начала интересоваться фиалками все больше и больше, посмотрела вообще, какие они есть. Безумно красивые, безумно красивые есть растения. Фиалочки также есть разные, сортовые. Ну, пока что я особо не планирую очень сильно увеличивать, скажем так, как бы размножать очень много фиалок, потому что для них тоже нужно место. На кухне у нас все занято. В комнате у меня, вы видели, уже пришлось купить стеллаж, потому что трех окон и одного комода этого очень-очень мало оказалось. Вот, поэтому сейчас все мои орхидейки перекочевали уже наконец-то на свое отдельное место. Я им включила фитолампу, досвечиваю, у нас как бы все хорошо. Но обзаводиться пока что большим количеством фиалок я не собираюсь. Пока что я останавливаюсь на том, что у меня есть. Как только вот это все у меня подрастет, вы, я думаю, тоже должны понимать, что из вот этого вот, казалось бы, маленького количества вырастут вот такие вот большие растения. Они все-таки не маленькие, ну, как тарелка. И такие орхидейки, такие фиалки нужно все-таки куда-то ставить. Поэтому пока что я ограничусь тем, что у меня есть. Вот эти вот фиалочки, это моя темно-фиолетовая, я их потом разделю и также пристрою в добрые руки. У меня еще две соседки хотели фиалочки, так что я им отдам. А вот эти вот, все остальные, хочется дождаться их цветения. Посмотрим, сколько много на это уходит времени. Вот, и посмотрим, когда же все-таки зацветет вот этот вот укорененный листик. Ну, а я буду с вами прощаться. Я думаю, что я ответила на многие ваши вопросы. Если все-таки у вас еще будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. И я обязательно по возможности отвечу на все ваши вопросы. Ну, все. Спасибо всем огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока.